слушай а вот такой вопрос как-то мне задали вопрос что такое благодать я не с не совсем смог ответить можете ответить на вопрос что такое благодать но это слово только разделить и она двойное еще получится дать благо ну благо дает господь это благодать и есть даром не работали спасает по благодати мы грешники даже мучиться в аду а он сам пошел в преисподнюю нас надо распинать за каждый грех уже миллионы раз а он взял грехи мира на себя вот главное благодать у слова благодать относится к благовестию в первую очередь на букву бы бог от без этих пяти бы не спастись бог дальше благодать благовестие будущее вот мы должны помнить об этом святая библия вот без этих пяти б у меня есть проповедь на это где-то и ни один человек в рай не попадет вот и все благодать это по благодати мы получаем то что дышим воздух по благодати нас еще всех не баранами не сделали на убой и был как-то живем и блага это благодать охраняет нас смотришь богатые люди у нас тут глава администрации был сыт их фамилия и потом он стал главой администрации центрального района в городе барнауле а потом в избирательную комиссию его избрали кому-то не понравилось как они там подсчитали у них газовая труба на улицу идет газом топятся люди-то накрыли там фуфайками мокрыми и сколько было гостей все к утру были мертвые а мы когда ходили добровольно проводить это я сказал нет это взрывная бочка когда ты не один живешь а с кем-то рядом взорвалась и целого подъезда нету пьяница какой-то лежит забыл закрыть сколько раз было люди топят друг друга забыл кран закрыть а в это время воду дали мы живы по благодати среди этого развращенного общества среди безумия мы по благодати остались живы вот какое дело быть благодатным а благодатствованным не по делам нашим а по благодати мы спасаемся во все спаси христос слава это то что феофан затворник на три части делит призывающий обращающий освещающие это как бы уже другое понятие или это слова которые ну просто озвучил может я не знаю через кого услышали феофану затворнику принадлежат первое значит благодать по благодати призывающие проповедовать будет он или нет никогда не будет неверующий человек все он будет говорить он и не знает что говорит вера слышания ослышание от слова божия второе благодать обращающий от нас не зависит там зависит говорить а тут никак я сказал а какой отклик будет сердце человека расплавится сердце или нет сделается ли но мягким или упорным как булыжник а третьему вид благодати которая зависит от бога только даже недостойный сосуд недостойный священник может преподать крещение пресчищение но люди не хотят думать учитаемые пятая глава якобы ангарте если кто болен призовет присвятеров и помолится над ним по мазам или и если согрешил проститься согрешение его исцеление там ну и мне вот сколько тут звонят у нас тут священник или епископ там был и вот пошли собороваться а вы не соборовайтесь никогда а почему там написано призовет ну да ну а ты призвал пресвитера нет он ты пришел к нему да кто парализован это призовет и не одного а двух трех если можно или освещено это будет почему потому что он болен клиник парализованная раздавленной и помолятся не с ним а надо ним надо и ним еще непонятно то солнце над головой над головой птица пролетела надо мной то есть он лежит над ним склонится и нигде это не разъясняют здоровые крепкие люди но нам это не помешает авансом здоровья накопит никогда я стою тут у нас как-то епископ обходит и всех мажет ну давай тебе вроде помажу а зачем больных хватает у вас и которые мазались все болеют я ни разу не мазался и не болею а почему я полностью доверяюсь богу полностью каждый день прошу не своей воли его воли когда нужно лежать буду недвижимый и надо мной помолиться я приму соборование святое это все игрушки вот так мы благодарю игноти технич слава господу вот это у бога надо просить милости самые сложные вопросы разрешать чтобы было понятно любому простолюдину вот в этом вопросе очень понятный пиопан затворник когда златоуз говорил слова были непонятны почему золотые уста его женщина одна так прозвала говорил вот и попроще златословесные уста ты такой глубокий даже материал такой глубокий колодец что веры веревки моего ума не могут достать воду и он стал попроще говорить у него образование было выше либо они лучшие ораторы были преподаватели он адвокат на адвоката не знают что сказать из любой беды человека вызволить могут так вот надо просто не выдумывать да какой-то отвечает свое мнение говорит на основании святого писания в конце говорит аминь да будет так то есть ты согласен да будет так вот мы помолились а кто-то не сказал аминь его не было здесь написано и если войдет к вам незнакомые незнаемые неверующие и слышит что вы на незнакомых языках говорите как у нас церковнославянский или арабский мусульман как он скажет аминь павел горит аминь как аминь это значит я полностью согласен и говорю да будет так ей господи аминь а у нас аминь понимает как слово конец окончание надо говорить аминь если молитва сходится мне говорят вы с еретиками молились не молился я с ним я аминь не сказал у лей даже понятия нет на это жрецы вала вы кричали молились а илья стоял рядом и народ они аминь не сказали все вопросов нет ухожу